В Карачаево завершили капитальный ремонт железнодорожного вокзала, построенного в 2003 году. Строители заменили системы водоснабжения, канализации, электричества и вентиляции. Восстановлено антикоррозийное покрытие несущих конструкций, в том числе свай. Также заменили кровлю, обновили фасад, витражи, оконные и дверные блоки. В процессе реконструкции использовались материалы отечественного производства. В порядок привели и привокзальную территорию. В четырех ямальских школах появилось билингвальное направление. Двуязычные классы открылись в Салихарде, Ноябрьске, Новом Уренгое и Лабытнанге. Ученики начальных классов будут изучать на английском языке, окружающий мир, изо, технологию, музыку и физкультуру. Пятиклассники и десятиклассники – естествознание, географию, право, историю, физику, химию, литературу. Чтобы попасть в билингвальный класс, ребята проходили собеседование. Газодобытчики Ямала помогли стабилизировать федеральный бюджет России. Согласно докладу Минфина, ЯНАУ входит в число 15 регионов, обеспечивающих львиную долю прироста налоговых доходов – более 72%. Главной причиной сохранения экономической устойчивости эксперты называют благоприятную конъюнктуру на сырьевом рынке. Из-за этого доля нефтегазовых доходов в бюджете повысилась с 33 до 45%. Авиакомпания «Ир Аэра» заявила первой в России чайлд-фри рейс. На перелеты из Иркутска в Мирный и обратно теперь не допускаются дети до двух лет. Даже если ребенок будет оформлен по взрослому тарифу, его не пустят на борт. Купленные билеты родителям придется вернуть со штрафами. По словам представителей авиакомпании, эти рейсы чартерные и запускаются для вахтовиков. Возрастной ценз – условия заказчика нефтяной компании.